Российские автозаводы возобновили свою работу. Для этого предприятиям пришлось принять множество защитных мер. От закупки масок и термометров до реорганизации производств. Так на автовазе разнесли время начала работы конвейеров, чтобы избежать массового скопления людей на проходных. Горьковский автозавод организовал отдельные автобусные маршруты, чтобы заводчане не пользовались городским общественным транспортом. Вдобавок рабочий процесс теперь устроен так, чтобы между сборщиками было полтора метра дистанции. При этом все компании отмечают спад числа заказов. Из-за этого УАЗ призвал на конвейер только четверть из общего числа сотрудников. Завод Hyundai под Санкт-Петербургом перешел на односменную работу. На Елабужский завод Ford Solar, где выпускают транзиты, вывели только тех, кто занимается производством и отгрузкой автомобилей. Также работу возобновил Калининградский автотор, Челнинский КамАЗ и в Ижевске вновь стали собирать Весты. В ряду автомобильных марок грядет пополнение. Вскоре на рынок должен выйти новый бренд – Ток из Турции. Первый прототип президент страны Реджеп Таиб Ирдоган представил еще под занавес прошлого года. А сейчас Ток запатентовал дизайн своего первого кроссовера, который нарисовали специалисты от Илье Пенинфорина. Сама машина появится примерно через 2-3 года. Характеристики раскрыты довольно скупо. Известно, что турки разработали собственную платформу, в которую могут быть встроены один или два электромотора. Также новоиспеченный бренд обещает автопилот третьего уровня. Запас хода от 300 до 500 километров, а в перспективе целую гамму электромобилей. Американская Karma Automotive продолжает раскрывать грани новой электрической платформы E-Flex. На выходе инженеры фирмы планируют выдать 5 основных типов и 22 разновидности. На этот раз публике представили самый тяжелый вариант электрической архитектуры. На ее базе можно строить любую коммерческую технику, включая пикапы. Особенности тележки – возможность установить до 4 моторов и несколько аккумуляторов, а также автопилот предпоследнего 4 уровня автономности. Субтитры создавал DimaTorzok